Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесным». Сегодня у нас в гостях Яков Кротов. Я не знаю, как представить, мне сказали, в Википедии верить не надо. Русской Википедии, там, где речь идет о политике, то есть о современности горячей, доверять не следует. Английская – это совершенно другой мир. Русская Википедия во многом находится и финансируется под контролем властей. То есть, например, в статье об отце Глебе Якунине написано такое, что хоть святых выноси. Поэтому у меня есть свой сайт jakov.works, и там я как бы сама себе все важное сообщаю. Я священник, священник, ну, в настоящее время украинской артикефальной православной церкви, это совсем маленькая церковь, в которой к тому же в марте у нас был собор, мы приняли решение о самороспуске, и из-за пандемии все дальнейшие телодвижения как бы парализованы. Но, видимо, я буду просить о присоединении к украинской греко-католической церкви. След за Владимиром Сергеевичем Соловьевым, православной, в общении с римской церковью. Православие из меня уже не выбить, даже если бы я захотел, а я и не хочу. Так что вот историк по образованию, историк по основному роду занятий, только что денег за это не получают, за священника тоже не получают. Но и много лет, то есть уже лет 30, так я занимаюсь, ну, как сказать, артист устного жанра. Потому что раньше я только писал, а теперь потом много лет вел на радио различные программы, на радио ТЭОС и так далее. Ну, а сейчас пенсионер с утра прочищал сливы и сирень, а теперь вот ротили. Понятно, спасибо. Но также написано, что вы журналист, комментатор, религовед. Вас я узнал впервые. Я прошу прощения, вот за это я не люблю русскую Википедию. Слово религиовед нету. То есть оно есть, но оно неприличное, неточное, провинциальное. И я вам скажу, откуда оно взялось. Потому что при советской власти существовала мощная система атеистической пропаганды. Это все были научные атеисты. Ну, так они стали называться после Второй мировой войны. До этого были воинствующие безбожники. Когда в 1991 году система рухнула, все научные атеисты, это были и остаются сотни кафедр. То есть в каждом военном заведении, в каждом институте и университете, в каждом колледже теперь обязательно была кафедра научного атеизма. Обязательно. И в 1991 году они все переименовались в религиоведов. Все. Но люди остались те же. Они говорят, а мы при советской власти изучали религию. Это вранье. Они вели антирелигиозную пропаганду. Историки из них вышли плохи. На Западе это называется «religious studies», то есть изучение религии. Это часть изучения культуры. Я историк в церкви и занимаюсь всеобщей историей в том числе. Отдельной религией я не занимаюсь. Но как проповедник, как человек, который преподает основы веры, я начинаю, разумеется, в том числе объяснять, что такое религия. И в этом смысле я занимаюсь историей разных религий. Поэтому у меня действительно странный статус, потому что, не имея никаких степеней, я являюсь одним из немногих в России, видимо, людей, которые занимаются всеобщей историей. Это довольно нагло. В принципе, этим должны заниматься большие учреждения. Но у меня на сайте есть всеобщая история. Так оно и называется. Я это назвал книжкой «Путешественник по времени». Это довольно много, большой объем, но очерки сами по себе такие коротенькие. То есть я разбиваю огромное пространство истории на маленькие по две-три-пять странички тюрьки. И я не журналист. Журналист – это человек, который бегает, собирает информацию. Я в рамках принятой классификации, я никогда и не был. Я всегда был то, что называется колумнист, то есть автор разных колоночек. А так, по призванию и по сути, я эссеист. Слово в России часто многим неизвестно, я с этим сталкивался. Эссе – это слово «опыт». И кроме Шекспира, Эразма Роттердамского и Рабле в XVI веке, один из канонических авторов, на которых стоит современная западная культура, это Мишель Монтейн, француз, автор трехтонных сборников эссе «Этюды, опыты о человеке». И я люблю писать эссе. И в сущности я никогда ничего другого и не пишу, только эссе разные. Вот, это такой вольный жанр. В России его сделал популярным и вывел на качество новый уровень Василий Розенов, который был не очень приятный человек, антиседник, черносотинец, самовлюбленный почти как я, но изумительно владел русским языком. Изумительно. И после него вот этот жанр эссе, он уже утвердился из современных, сравнительно, я бы назвал, Довлатова и Венедикта Ерофеева, но и из них же последний есть масса. Так что эссеист. Вот так. Понятно. Спасибо. Но я знаю сейчас, вот по крайней мере в школах по английскому языку, дети должны в экзаменах писать эссе, их учат. Не знаю, насколько удачно. Это не совсем то, это совсем неудачно. Это американизм. Тут сложилась такая ситуация, что в Англии, именно в Англии, эссе – это эссе. Ну вот самый знаменитый христианский эссеист – это Гилберт Частерто. Вечный человек, сборник его эссе и так далее. На втором месте, наверное, Клайв Рьюис. Но в Америке эссе стали прилагать к обычному школьному или институтскому сочинению. Ну, произошел сдвиг. За время пути эссе успел усохнуть до такого примитивного жанра. При этом, как ни странно, в Америке эссеистика очень сильная, начиная… Ну, вы понимаете, эссеистика вырастает из христианской проповеди. То есть Мишель Монтейн, на самом деле, это нетрудно проследить, когда его читаешь, он перекликается, скажем, с Игнатием Лайолой, он перекликается с Размом, с Лютером. То есть проповедь, когда она не агрессивна, обращена не к прихожанину, а ко всему миру, она сама по себе превращается в эссе. Это проповедь самому себе. Это довольно древний жанр. Вот император Марк Аврелий, он не только преследовал христиан, а в 171 году написал книгу «Разговор со своей душой». Это эссе, когда я проповедую себе. Ну, я думаю, что лучшая проповедь, которая в себе. Понятно, спасибо. Ваш путь к Богу, вот опять же, то, что о вас написано, кстати, на ваших сайтах, что вы пришли в общину Александра Мене. Это ваш первый шаг был к Богу? Нет, нет, нет. Ну, вы понимаете, я с 57-го года, и в 15 лет имел период более натиска, который не останавливается до сих пор. Потому что где-то, значит, сейчас 70... Да, когда мне было 15 лет, я узнал, что мой отец в концлагере со сроком в 18 лет. Его посадили, когда мне был год за политику. И я был в шоке. На самом деле, удивительно, что я рос и все время был свято убежден, как мне говорили, что папа в больнице, вот оттуда он тебе пишет письма. Я не задумывался, что это за болезнь такая. Но когда с этим вырастаешь с младенчества, то ты не рефлектируешь. Бога нет, папа в больнице. Коммунизм строен. И вдруг это все рушится, как у Овода. И тогда я... Это абсолютно типовой режим. Я понял, что все брешут, что никто ни про какое счастье человечества не думает, что я живу в стране лжецов. Вот я продолжаю в ней жить, только ложь стала значительно более наглой и тупой. И тогда же я начал задумываться о смысле жизни. Стал читать Толстого, Виконанда, Ромакришна. Тогда это был очень стандартный набор. Поскольку я занимался историей, я ходил в библиотеку Института истории, и там было все, включая Библию. Прочел Библию, никого эффекта не возымело. Гавадгита и так далее. Я все читал, я быстро читал и читал. Но путь к Богу, как сказать, это был поиск смысла жизни. Вдруг в какой-то момент, как говорят, теперь торкнуло, снизошла благодать. Я вдруг гляжу вокруг и вижу, что я живу в мире, где есть Бог, Матерь Божия, Господь Иисус, и что это не объясняет смысл моей жизни, но я в этом мире. Ну, что делать? От меня это совершенно не зависит. Я думаю, что это тоже было довольно типично. С тех пор я знаю десятки людей моего возраста, которые точно так же пришли к вере. Из них примерно девять десятых побыли в вере и ушли. Я остаюсь. Вот это удивительно. Я крестился, но отец Александр тут был совершенно ни при чем. Он просто оказался единственным священником, с которым я хоть как-то был чуть-чуть знаком. У нас была общезнакома. Зоя Афанасьевна Масленникова, которая мне рассказывала о вере, отвечала на вопросы, в этом смысле сыграла огромную роль. И она меня привезла к отцу Александру, он меня посмотрел, видит, видимо, что прямо дым идет из ушей от неофитства, и крестил без разговоров. Тем более, что в 1974 году какие-либо курсы, это было невозможно. На тот момент я был самым младшим в приходе. Был огромный разрыв. Приход состоял из сверстников отца Александра, в 1905-1940 году. А я был с 57-го. Я долгое время был так вот самым молодым. Это довольно любопытный социологический факт. И в общем, я бы сказал, что путь к Богу – это довольно такое неудачное выражение, а реально все-таки доминирует путь Бога к нам. И вопрос в том, чтобы эти две стороны одной дороги, чтобы между ними не было двойной полосы, а был хотя бы пунктирчик. Но чтобы они не смешивались, это тоже следует. Это разносторонние полосы. Он вас венчал. Пару слов скажите нам, протестантам. Каким он был, Александр Милович? Вот для вас. Для протестантов был точно такой же. Вы знаете, я довольно давно не делил людей по конфессиям и даже по религии, потому что... А потому бьет мне по морде или не бьет. Если бьет, то какая ни разница, кто бьет, православный или протестант, или атеист. А если вместе можно посмеяться и поговорить, то и хорошо. Значит, отец Александр Милович. Но надо сказать, что после его гибели, вот в начале 90-х, я одно время там немножечко, когда было можно, подрабатывал переводчиком американских миссионеров, и вот среди них был один по имени Марк, фамилия, я не помню, очень похожий на отец Александра. Такой же подход к Библии, либеральный, такой же взгляд на историю религии, как на историю единую, где не вот откровение Божие, эксклюзивное, все остальные еретики, подлецы гореть им в аду, а это единое пространство. Манера говорить. В этом смысле отец Александр не был уникальным явлением. Теперь, когда много поездил, повидал и пообщался, это было, я бы сказал, можно сказать, что это обычный американский проповедник. Если бы он жил в Америке, то он был бы, конечно, телепроповедник с аудиторией в сотни тысяч людей, потому что проповедовал он абсолютно гениально. Старым, классическим жанром, вдохновенно, ну, в общем, великий проповедник. Но как исповедник, то есть как друг, как человек, с которым можно обсудить личную духовную проблему, он был намного сильнее, надо сказать. И здесь с ним, пожалуй, я никого рядом не поставлю. Это было абсолютно уникальное явление. И мы все, вот кто при нем был, ну, там, отец Александр Борисов, другие, вот, мы все ему в значительной степени подражаем. И это хорошо. Как все современные Барды подражают там Акуджаве. Нормально. Я помню, Веронику Дольну упрекнули, что вы, как Акуджава, она говорит, да, замечательно. Хорошо? Вот. Это прекрасно, потому что это напор, это энергия, и в то же время это какая-то безграничная интимность и личностность. Вот. Ну, конечно, мы все подражаем, но с разной степенью успеха. И, в общем, я думаю, что я уже как бы по-своему говорю, к сожалению, может быть, я значительно, я очень жесткий человек, я очень агрессивный человек, но я с этим боюсь. Вот. Как-то так. Потом я историк. Отец Александр Мин был биолог. Это довольно принципиально. Вот. Это разные ощущения. Он очень любил метафоры из биологии. Вот он говорил, смотрите, есть животные, у которых экзоскелет, как черепаха. У нее скелет снаружи, панцирь, скелет, черепаха. Вот. Есть животные, у которых вообще нет скелета, вот медузы. Вот. А человек золотая середина. Вот так и мы. У нас должно быть свое я, но оно не должно не окутывать нас, как черепаху, изолировать людей, и мы не должны быть бесхребетны. Вот. А я, когда беру метафору, то обычно это из истории. Понятно. Ну, можно такой, может быть, избитый вопрос. Не знаю, вот за что его убили? Не знаете? Нет, конечно, не знаю. Это не Беном Ньютона с вашего завершения тоже. Я бы сказал, что это одно из таких классических убийств. У протестантов таких тоже полно с вашего разрешения. То есть, я бы сказал, что вот можно говорить о трех мучениках второй половины XX века. Первая половина XX века была настолько кровавая, что мучеников просто можно мерить сотнями тысяч. Вот. И православных, и католиков, и протестанты, и так хотят сидеть, и их банков, и так далее. Вот. Во второй половине XX века, которая, в общем, как бы мирная, холодная война. Но ведь это политическое измерение. А в Америке убили Марцина Лютера и Кинда. А в Польше убили отца Ежи Попелюшко, капеллана солидарности. А в России убили отца Александра Мейна. Это абсолютно одного ряда убийства. Убийства, которые выглядят политическими. В Польше это совершили сотрудники госбезопасности. Я сейчас не помню, как она по-польски называется. лезет Сигуранцы, но это румынская. Их судили. Причем судили еще где-то это был 86-й, кажется, год. Вот. И осудили. В России тогда можно было купить польские газеты. Газеты выборча, да? Или Трибуна Люду, конечно же. Трибуна Люду, да. И там печатали протоколы судебных заседаний. Это была фантастика. Вот. И, видимо, даже не самое высокое начальство приказало. Просто ГБшники взяли на себя инициативу. Он их достал. Они думали, что убрав его, они покончат с солидарностью. Сроки дали какие-то не очень большие. Они вышли, они не раскаиваются. Кто убил Мартина Лютера Кинга, трудно сказать, но понятно, что тоже убийца вдохновлялся, скорее всего, расизмом. А в России две расы. Раса номенклатуры, раса чекистов и раса быгло. Ну, вот отец Александр быгло, я быгло, вы быгло. Вот. Быгло покорный, быгло непокорное. Непокорное надо выпалывать. Вот его и выпалывали. С технической точки зрения все тоже просто, потому что на месте, где был нанесен удар, обнаружили отпечатки следов двух человек. Если бы это был один сумасшедший, как это пытались представить, его бы нашли довольно быстро. Вот. Но это было двое. И к тому же это был сентябрь девяностого года, когда это был советский режим просто вот на всех ногах стоящий, все было под колпаком. Если бы это были не ГБшники, их бы нашли сразу. Вот. Но искали те, кто убил. И хуже того, там решили списать вину на гомосексуалов. Как по Честертону, у которого один герой говорит, где убрать труп, где прячут дерево, в лесу. А труп среди трупов на поле сражения. И преступный генерал, предатель, организует сражение и среди трупов прячет человек, которого он убил. Вот. И тогда убили секретаря митрополита Гевеналия пояркового отца Лазаря, солнышка, который был гомосексуал. Это, в общем, не секрет. И убили настоятеля церкви на Рождество в Путинках, это около кинотеатра России, с тем же бэкграундом. И запустили слух, что отца Александра меня убил его любовника. Меня когда допрашивали, меня допрашивали, в том числе, говорили, а вот вы знаете, кто был любовник отца Александра? Так что, видите, чтобы скрыть одно убийство, они совершили еще как минимум два и посадили одного такого гомосексуала, Мануэл Платов. Он сидел два года тогда в тюрьме, потом его посадили все равно за педофилию, за растение малолетних. И, видимо, он давал такого рода информацию. Ну, все это довольно печальные и малорезультативные спецоперации, все это уходит. Вот остается голос отца Александра, остается его книга, прежде всего, с ученической. Ну, и мы, как его, некоторые изверги, говоря языком апостола Павла. Вы, яблевотин, отца Александра Мения. Вы потом перешли в храм Космидемиана, да, к священнику Борисову, о котором сказали. Мы недавно были там. Вот знаете, вот интересно, вот знакомство с православными священниками, у нас была конференция, международная конференция «Матери в молитве», одна католичка из Англии начала это служение, и вот были три проповедника, я, отец Филипп и отец Дарья от католического церкви, и мы вот с этими женщинами, которые молятся за своих детей. Это вообще, я первый раз там в храме в Москве много слышал уже про Борисову, и я зашел как будто в нашу протестантскую церковь, я не ожидал увидеть столько активности, столько всяких объявлений, служений, чего они только не делают. И когда, ну, маленький храм, да, а за ним построена куча помещений, которые заняты, там, по 30 у них разных групп идет за воскресенье, я, конечно, шокирован был таким православием. Ну, я вас заверяю, что в Москве это не единственный храм такого рода, и даже не самый активный. Например, церковь Николы в Кузнецах, около, ну, недалеко от Митронова-Кузнецкой, где отец Владимир Воробьев, воробесник, в общем, отца Александра Борисова, создал переход на, ну, я думаю, что раза в три более многочисленные. Целый университет, ну, он, кажется, сейчас называется институт православный, у них огромное здание на Цветном бульваре, здание бывшего епархиального управления. И у них то, что в Кузнецах, условно говоря, три тысячи человек, там, я думаю, это 10-15 тысяч человек. Это студенты в количестве ста человек. Знаменитый сектоборец Дворкин там преподает, обличает вас. Вот, это рукоположение десятков священников. Их не очень любят в более консервативных кругах, потому что то, как бы, ну, а чего активничать? Церковь отца Георгия Кочеткова, там, я думаю, около 5-6 тысяч человек по всей России. Это огромная сеть, как конгрегация. Приход в, как это называется, Покровское-Стрешнево, в общем, жимоносного источника приход. В общем, я думаю, что 10 храмов такого рода есть. Особенность Борисовского прихода в том, что он очень широко открыт инаковерующим, инославным. И это, в общем, конечно, хорошо. Для меня он закрыт. То есть, скорее будут говорить и молиться с вами, чем со мной. Поэтому, еще раз скажу, водораздел проходит не по конфессии, а водораздел проходит по ориентации на конформизм или на нон-конформизм. Если бы меня тогда рукоположили, я бы не выскакивал. Я был бы конформист. То есть, я бы, конечно, не кричал «Крым наш», но я бы молчал в тряпочку. Как это делал тот же отец Александр Минь, который сам вон и читал позорно преступные воззвания архиереев, обличающие войну во Вьетнаме и так далее. Вот. Но если меня не рукоположили, утром стулья вечером деньги, утром рукоположение вечером молчание, а эти паразиты там в синоде хотят, чтобы и не рукоположили, но ты все-таки сука, молчи. Ну, извиняйте, это тут не выйдет такое, не обмен называется. Поэтому я пишу и в основном меня знают именно потому, что я не самоцензурирован, то есть не обрезан. Вот. Вот. Ну, и мне удовольствие, потому что, как говорил один герой, самое приятное, что в жизни, часа, где чешется. А я, как увижу какое-нибудь вранье, мне чешется, а в лечении. Прости, Господи. уже сезона в бороде, а бес из ребра значительно раньше. Скажите, вот сейчас такой термин ввели, да, тучные времена. Политики, экономисты сказали, вот Россия там ждет. Вот тучные времена были и для церкви, в том числе и для православной, русско-православной церкви, да. Храмы строились с шаговой доступностью, ну, программы эти все по Москве, ну, и по стране, везде-везде восстановление за деньги государства содержится, строится. А знаете, а насилие-то возрастает. Ну, это неизбежно, потому что это то, что называлось изначально, изначально, вот с 26 октября 1917 года, это называлось диктатуру пролетариата. И, как в известном Брежневском эпидозе, все для блага человека и мы знаем, какого человека. Мы знаем, кто был этот пролетариат. Этим пролетариатом был мелкий провинциальный адвокат Владимир Ульянов. И с тех пор имена меняются, а пролетариат остается один и тот же. Сегодня пролетариат это Владимир Путин. Это обычный азиатский деспотизм олигархического типа. То есть, это структура, которая ближе не к, скажем, не к Нигерии и не к Ирану, а ближе к Пакистану. Это много-много разных кланов олигархических. И любой человек, если он хочет выжить и жить хорошо, должен быть включен в какой-то клан. И они друг с другом в определенной довольно сложной ситуации. Кстати, Господь Иисус Христос жил ровно в такой же ситуации. Страна была оккупирована Римом, но римляне не снесли государство, а как монголы на Руси, они сохранили элиту. Это было дешевле. По той же причине и мы в Чечне сохранили элиту, потому что мы попробовали снести. Оказалось, очень дорого, проще ее купить. Мы купили папу Александрова, я забыл, тамошнего Путина, как зовут, Кадырова. По восточной поговорке лучшие армии для взятия города осел, груженый золотом. Нагрузили. Поэтому я даже не могу сделать МРТ, потому что все деньги пошли Кадырова. И вы не можете. Бесплатно. Значит, любая диктатура, она имеет свои плюсы, имеет свои минусы. Для тех, кто включается в расу, в клан, в господы, их способников, привилегии. Для остальных, извините, синьки-дышишки и укороченная продолжительность жизни. Тоже ничего удивительного. Тем не менее, сегодня мы, конечно, более свободны, чем в 37-м или в 73-м. Пространство есть, есть интернет, то есть есть то, чем мы мечтать не могли в 73-е годы. Надо ползаться. Беда отчасти в том, что вот я, например, с точки зрения кривнашиста, быватников, я пятая колонна. Вы знаете это выражение откуда? Конечно, знаю. Откуда? Мне однажды, мой тесть, он долгое время был политиком, я поженился, он был замгубернатора, потом губернатором области, и он мне в самом начале, как мы поженились в 94-м году, он мне сказал такую вещь, разговаривал с начальником ФСБ, или КГБ тогда, как называлось, 90-е годы. Он говорит, слушай, поговорили, и он сказал, что пусть твой зять не волнуется, он пятая колонна, его будут слушать всегда, за ним будут приглядывать всегда. Поэтому я живу с этим уже 25 лет. А само выражение пятой колонны откуда? Сейчас не вспомню, скажу, читал. Да, выражение пятой колонны появилось, когда Франко, знаменитый истребитель марокканцев, он просто отрубал им голову в 22-м году, то есть это такой вариант генерала Шаманова и Лебедь одновременно, двинулся на законное республиканское правительство в Мадриде. Он шел четырьмя колоннами с юга Испании, с запада Испании и две шли с, скажем так, с юго-востока. Четыре колонны фашистов, франкистов. И в Мадриде стали выискивать и довольно быстро нашли пятую колонну, то есть это аристократии, офицеры, которые были пособниками Бранко и готовились изнутри к мятежу. Это назвали пятой колонной. Выражение вошло как мем в международный обиход, как наше русское погромо-колхоз тоже вошло в международный язык. Так вот, я пятая колонна и вы пятая колонна, а четырех-то нету. Никто не движется на Россию, никто не собирается бороться с деспотизмом в стране, обладающей атомной бомбой. И вот в этой тени атомной бомбы что может тогда победить несвободу? Только, скажу за Мартином, Лютером, Кингом и прочими, только сила морального сопротивления, сила нравственной правоты. Ну вот смотрите, где-то на протяжении первого тысячелетия до Рождества Христова стали непопулярны человеческие жертвоприношения. Ну вот у этрусков, они многое зависит от греков, у этрусков еще в VI веке изображают, как Ахилл приносит человека в жертву на могиле под Роком. А во II веке уже не изображали и не приносили. У Томаса Манна есть замечательнейший роман, лучший роман на библейскую тему Иосифа и его братья. Вот, всем читать, это просто увлекательное чтение, хотя он очень большой, но это большое и увлекательное чтение. И хороший перевод Сергей Артем. И там Манн говорит, что почему перестали приносить людей в жертвы? Мы не найдем никаких текстов, которые бы это объясняли. Ну, кроме библейского рассказа об Аврааме и Исааке. Мы перестали приносить не только евреям. Что случилось? Я думаю, что это моральное сопротивление людей, которые постепенно пришли к осознанию богопротивности этого занятия. Постепенно. И я думаю, что когда вот все вдруг, не вдруг, но нарастает вот это неприятие какого-то зла, это намного глубже и результативнее, чем сверху. Американцы это называют grassroots lab, то есть инициатива на уровне корней травы. Ну, вот я сейчас хожу по саду, я тут довольно много перекопал, и гляжу, как эротическая щетина пробивается в маленькой зеленой травочке, семена оказались схожей, которые я купил. Это вот действительно у земли эротическая щетинка, она зачищена мной квадратами. Вот. Это надежнее, хотя в течение двух недель эта земля выглядела ужасно. Вот есть пространство, где дерн, и вдруг какие-то мрачные пятна, портящие всю эстетику. Но теперь они будут свести ровным нежным ковриком, а то, что казалось приятной лужайкой, теперь видно, что это бугристая, заросшая одуванчиками и прочими сорняками земля. Она казалась красивой, только потому, что рядом не было нормального газона. А теперь он есть. Вот так и с несвободой. Нам кажется, что наша жизнь в России нормальна. Нормальна. Тут порей, тут цехут растет, тут одуванчик. Вот. И надо кое-что, значит, зачистить, перелопатить в себе, и потом вот тут травочка, тут травочка, и будет такая эротическая щетина свободы потихоньку. Главное, когда герой ноу-вайл нас никакого насилия. Отец Яков, вы, наверное, слышали о том, что произошло в Екатеринбурге, когда 28-летнего парня застрелили росгвардейцы в своей собственной квартире. Там уже автомат какой-то всплыл, все остальное. И как вот понять, россиянин убивает россиянина? Вот вполне вероятно, что эти ребята их накачивают, им тоже дают основы там религиозности всякой. Ну, мы понимаем какой, да? Как они, кто-то мне сказал, говорит, да не волнуйся, они через три дня пойдут в храм и будут молиться. То есть работа – это работа, а все остальное – это остальное. Значит, я, во-первых, это ужасная формулировка вопроса. Слово россиянин надо просто вычеркнуть из лексикона. Слово россиянин пошло в обиход в 90-е годы, и его внедряла диктатура, потому что вышел из обихода советский человек, его заменили словом россиянин, как выражение научный атеист заменили словом религиовед. Ну вот, кто такой россиянин? Есть граждане России, тоталин, еврей, украинец, если у тебя есть паспорт, ты гражданин России, все, мой племянник, ну там, двоюродный, переехал во Францию, принес присягу, он француз, президент Франции, он же не какой-нибудь, у него дедушка, сами понимаете, кто. Вот, и это нормально, нация понятие политическое или духовное, те, кто вместе работают для общего блага, составляют политическую нацию, в отличие от этноса. Поэтому слово россиянин призвано было перечеркнуть слова Ельцина, берите независимости сколько хотите. То есть вы не татары, вы россияне, никакой независимости. Отдайте сюда ваши деньги, собственно, это было главное, что давайте все деньги в Кремль, а мы вам будем перераспределять, восстановить советскую госплановскую систему, диктатуру пролетариата. И, наконец, ничего странного, что русский убивает русского, калужанин убивает калужанина. Индус убивает индуса, ничего странного в этом нету, потому что в сухом остатке одно, если снять всю эту шелуху этническую, человек убивает человека. Как это может быть? Каин убил брата, убил брата. Все сводится к этому. Мы все убиваем своих братьев и сестер. Что до вчерашней трагедии, я веду разговор с Юрием Кирилловичем Сипко, все знают в артистах, и он мне вдруг говорит, а вот там в Екатеринбурге, я решил, что он стебется. Я не знал за Юрием Кирилловичем такой особенности, какая-то фантазия такая, думаю, что с вами? Да нет, говорит, он реально, я смотрю в интернете. скажу так, налицо некоторая серийность, просто надо иметь широкий кругозор. Смотрите, практически одновременно на протяжении двух недель происходят три убийства. Вчерашние в Екатеринбурге убивают магазинного вора, преследуя его до квартиры и просто открывая гонистанков, как в 93-м году по парламенту. в Израиле в субботу, прошедшую, значит, 30-го мая, полицейские в старом городе около Львинах ворот застрелили 32-летнего араба-аутиста. Они его окликнули, он шел в школу для аутиста, ну, у него мозги, как у 8-летнего ребенка, вот, он шел в центр занятий для аутиста, ему надо было пройти 50 метров, он ходил туда каждый день. Но в этот раз были какие-то, скажем прямо, неквалифицированные полицейские. Вот, они его окликнули, им показалось, что он выглядит угрожающе. Он бросился бежать, он испугался, и они вот стали в него стрелять. От тебя убегают, значит, человек уже не опасен для тебя, ты стреляешь. И сейчас в Израиле это дело разбирают, не судят, а разбирают. В Америке, это уж мы все знаем, убийство четырьмя полицейскими, сейчас обвинение предъявлено четырем, убийство, ну, как скажем, человека, который в магазине, кажется, пытался заплатить фальшивую осигнацию. И там, и уже по всей Европе демонстрации, потому что сперва дело пытались спустить на тормозах. И не первый раз такое убийство. И смотрите, мы знаем, как зовут жертву американских полицейских по имени и фамилии. Мы знаем, как зовут жертву израильских полицейских по имени и фамилии. А про нашу российскую жертву мы знаем только имя. Нам говорят, секретность, право на личную жизнь. Но это вранье. Они секретят мелочи про нас, чтобы засекретить правду о себе. Кто кого убивал, кто посылал убийц в Лондон, у кого какие дворцы и яхты. То есть это и есть суть чекистской диктатуры, в отличие от ленинской, выше уровень секретности. И мы все знаем, что не будет такого расследования, как в Израиле, и уж тем более такого суда, как в Америке. И это очень плохо. А почему убивают? Вы знаете, был такой римский принцип «клип родест». Кому выгодно? Ищи. Я его часто вспоминаю, чтобы сказать вздор. Убийство, ложь, прелюбодеяние, зависть, голубоклонство никогда не бывают выгодны. Поэтому детективы все строятся на том, ищи кому выгодно. О, Боже мой, всем выгодно. У этого есть причина убить. У этого и у этого. А убил только один. Но на самом деле это фикции. Потому что ищут материальные причины. Этот получит наследство, это займет освободившееся место. Этот вместо него поедет в отпуск, тоже мог убить. Но у человека одна потребность – любить. Убью – некого будет любить. Все эти убийства – это показатель глубоко больного состояния человека. И убивает человек человека. А воскрешает Господь. Но не без нашего участия. Поэтому вера вводит нас в мир, где есть воскресение. Не за гробом, оно есть здесь и сейчас. И оно не какое-то психологическое. Оно чисто физическое. И накормить голодного, и напоить жаждущего, открыть границу беженцу – это физическое действие. За ним, конечно, психология, но необязательно. Вот так. Скажите, вы вчера упомянули, что были на связи с братьями-баптистами, с Юрием Кирилловичем Сипко и с другими. Давали интервью. Ну вот, Юрий Кириллович… Я брал интервью. Я брал интервью. И, кстати, один, по-моему, пятидесятник, да. Юрий Кириллович о себе говорит, что он пенсионер уже. Он на пенсии. Ну, как и вы, отшучивается. Вот. Он не журналист. Но вы знакомы вот с таким явлением, как протестантская журналистика? Есть они или нет? Вот мне кажется, что… Ну, нет. Юрий Кириллович тоже нельзя назвать журналистом, как и меня. Мы не журналисты. Мы пастыри. Есть такое явление? Нет, оно, конечно, есть. Но я не говорю там про Америку и вообще. Не обращение. Да, нет. Ну, мне кажется, что все-таки, конечно, есть. И в России есть. Я не очень слежу, потому что я погружен в древнюю историю. Но все-таки немножко я слежу. И я знаю, что вот была такая радиоцерковь, где я тоже когда-то вел всякие радиопрограммы. Вот. И я не могу вспомнить, но сейчас она называется «Радио Теос», и там работает, ну, очень хороший, такой почти слепой человек. Альцгеймер. Не могу вспомнить фамилию. Конечно, журналисты есть. Потом есть протестанты-журналисты, которые работают в абсолютно светских газетах. И вы не догадаетесь, что он протестант, и это хорошо, потому что это не должно бросаться в глаза. Это подкладка. Но хороший костюм – это тот, у кого подкладка не ощущается. И я думаю, что, конечно, в условиях диктатуры, кровавой габнии и всякое такое, конечно, сильно не развернешься. И католическая журналистика захерела. Она ведь начиналась в 90-е. Но все, Кирбек. Есть какие-то, я бы сказал, внутрикорпоративные такие бюллетени, листки. На Западе тоже не так много качественной журналистики. Желтая пресса бульварная, тоже газеты, которые обслуживают какую-то организацию. Ну, конечно, есть и нормальная журналистика. Но дело в том, что западная журналистика сильна не центральными газетами, как у нас. А там огромное количество мелких, прежде всего, газет. В городе, в районе. Я думаю, что это правильно. Это опять вот grassroots level, снижу должно расти. И сейчас вот то, что бывают группы в Фейсбуке, в Ватсапе, это ведь тоже часто такая протожурналистика. И это тоже нормально. С чего начиналась журналистика как таковая, вот знаменитые куранты в начале 17 века? Купцу было важно знать, где переворот, где война, где можно сорвать кусок прибыли. И они обменивались такими вот вестями куранты. Отсюда и пошло название куранта для газет. Платили за это очень маленькую монетку, которая так и называлась газетта, итальянское слово, и перешло на самом листочке. Вот. И в этом смысле в основе современной газеты лежит интерес к миру коммерческий. Но мы знаем, что лучшая коммерция это своя собственная жизнь. Значит, знать новости полезно для вашего здоровья. А кто думает, что махнет рукой и из-за этого будет чувствовать себя лучше, ну, много так махали рукой, махали. Вот. И уже махают. Да, махались, да. Вот знаете, сейчас ноги... То самое подлое, что рукой машу я, а погибает другой. Поэтому после осминца можно разумно читать газеты. Но постепенно как бы газеты уходят. Посмотрите, пандемия заставила многие церкви, и не только церкви, перейти вот в онлайн как раз. Мне кажется, вы один из первых были, кто вообще в сеть ушел. Ваша библиотека Якова Кротова, вы первый, кто решили не где-то на полочке собирать, а сделать это доступными для всех. Ну, тут так. Вы знаете анекдот о двух татарах и диалектике? Нет? О, чудо! Я не могу. Вот вы сорвете всю программу. Когда я вижу на экране кота, такого вот этого не могу смотреть. Невероятные котя и очень на вас похожи. Василий Иванович приезжает из Москвы, где учился в Академии Фрунзе. Петька, чего учился, Василий Иванович? Сложно жить. А, Петь, чепуха. Вот. Психология, логика, диалектика. Василий Иванович, это как? Ну, просто, да, намотали. Идут по улице два татарина. Один чистый, другой грязный. Какой пойдет в баню? Ну, грязный. Э-э-э, в баню пойдет чистый. Он привык мыться, поэтому пойдет. Это Петька психология. Другой пример. Идут по улице два татарина. Один чистый, другой грязный. Какой пойдет в баню? Ну, чистый. Э-э-э, нет, в баню пойдет грязный. Ему нужно помыться. Это называется логика. Третий пример. Идут по улице два татарина. Чистый, грязный. Какой пойдет в баню? Я не знаю. О, это называется диалектика. Я слышал этот анекдот, только это было в еврейских, в одесских анекдотах. Неправда, это Василий Иванович. Не принципиально. И Чапаев был еврей. Так вот, кто будет делать электронную библиотеку? Ну, я человек, измоченный отсутствием книг. Всю жизнь я много и обильно читаю, и всю жизнь мне не хватает книг. И сейчас тоже. Поэтому я в приходе был главный самоздатчик. Я этим зарабатывал на жизнь. Детей надо было кормить. На работе в архиве там получаешь 90, а тут до печатки 2 часа вечера, и все-таки имеешь там еще рублей 6, 1 месяц. Поэтому у меня была огромная библиотека. И, соответственно, как только появился интернет, я, можно считать, один из отцов-основателей русского религиозного интернета, то я завел, сперва там была конференция, а потом стал делать сайт. Ну, сейчас я отчасти притормозил. То есть я делаю акцент на своих текстах. И к ним как приложение текста чужих. По разным причинам. Прежде всего авторским. Я хочу, чтобы люди понимали, что это не библиотека Якова Кротова, а что это книга Якова Кротова. Это сверхкнига, это всемирная история. И к ней вспомогательные материалы. Как верхушка айсберга и его низ. Библиотека – это рабочая комната историка. То есть я, находясь в любой точке, могу в нее зайти. Мне это когда-то было важно. Я много передвигался, а сейчас я дома с Винчестером поработаю. Но я думаю, что я не уходил в онлайн во время пандемии. Я стал вести трансляцию. Мы раз в неделю с прихожанами собираемся онлайн. Но я от этого страдаю. Я считаю, что это очень неполноценно. И интересно, что в обычное время, раз в неделю у нас такие посиделки у меня дома, в Евангельске. И приходит от двух до десяти человек. Так вот на интернет-встречу приходит человек от десяти до пятнадцати. Ну, сам приходит человек двадцать. Но это не те люди, которые приходили ко мне домой. То есть это абсолютно разные феномены. Это разные психологические установки. Я не говорю, что одни хорошие, другие плохие. Я просто констатирую факт. Это действительно вопрос темперамента, вопрос привычки. И в этом смысле, конечно, онлайн ничего не заменяет. Даже онлайн-библиотека. То, что я сделал, кажется, и с Полинским только студент в семинарии. И у меня хороший научно-справочный аппарат. Потому что теги его не заменяют и поиск. Но для написания уже серьезной работы это, конечно, никуда не годится. А на студентов я сердит. Потому что они никогда не благодарят. И дипломы у них плохие. Так что все равно тогда приходится заходить на сайт Genesis. Это лучшая сети около миллиона библиотек научной литературы. В английском тоже. Там свежайшие монографии. И в этом смысле все равно, даже там, где нет причастия, все равно телесного контакта ничто не заменит. Господь создал нас из обезьян, а не из интегралов. Никуда ты от этого не идешь. Понятно. Вы много говорили о советском наследии. Вы вышли отсюда. Я тоже. Скажите, как нам избавиться от... Ну, один политик сказал, это заповеди СССР. Молчи, не высовывайся, не вылезай. Как это это? Вот я, знаете, почему? Спросил про журналистику протестантскую. Потому что не вижу. Или она такая беззубая, как будто установки, вы правы. Ну, трогай все, только ничего не трогай, что действительно касается жизни людей. Ну, трудно осуждать, потому что эти недостатки протестантской журналистики, они всего-навсего они всего-навсего под вид общего страха, общей проблемы. Так что это не вопрос. Теперь, сейчас секундочку. Ну, ладно, принципиально. Да, что до заповеди «не верь, не бойся, не проси» – это заповеди заключенного, заповеди Ивана Денисовича. Но они всего лишь выворотка нормальных заповедей нормального человека. «Не верь» – это заповедь цинизма. А позитивная заповедь, разумеется, «верь, свобода не всегда выгодна, но душа твоя тянется к свободе». Это нормально для человека. Не бойся, да, но и не наглей. То есть со свободой надо бороться с умом. И в этом смысле я скажу так, в 70-е отчасти было лучше, потому что тогда уже вообще никаких газет не было. Вообще ничего не было. И тем не менее, подпольно между собой. Тот же отец Александр не ходил к баптистам на трехсвидетельский. Ну, тогда это было, как это, Малый Вузовский, да? Да, вот. Все друг с другом общались. Вы понимаете, ну, вот сейчас в Москве там каких-нибудь нурсистов, мусульман, которых сажали, их там, ну, сотен пять. Вот столько было христиан в Москве в 70-е годы. Надо понимать, что у нас было очень мало и правых, и левых, и либералов, и нелибералов. 50 храмов и в каждом по десятку образованных медик. Все, 500 человек. Вот. И все друг друга знали и более-менее помогали. То есть сейчас меньше поможет человек из московской патриархии рабочий, служащий мне, чем в 70-е помогал. Потому что на ставку подставлена серьезная карьера. Раньше это все было хобби. Вот. А сейчас могут потерять 100 тысяч в месяц, 200 тысяч в месяц. Поэтому народ слегка зверел. Уже совсем другие масштабы власти, авторитеты и так далее. Это касается не только православных, Тоже и католики, тоже и протестанты. Ну, опять же, Гресс-ролд-левелл, как в фильме «Покровские ворота». Он ломает ячинку, он ломает ячинку, а не давит я расту, а не давит я растем. Упал, отжался. Меня сбили с ног, поднимаемся, отжались. Значит, потихоньку, полигонку. Вот это то, что он меня научил, даже он не учил, но показал отец Александр Мель. Он не был диссидент, он ничего не подписывал, он был очень трезвый и благоразумный человек, никогда не лгал, никогда не лукавил. Но всем своим существом было видно, что он едокол, который идет к свободе. В отличие от многих диссидентов, которые на словах были за свободу, а реально не любили свободу, ее не понимали. Сколько диссидентов в 90-е годы выступили против независимости Чечни? Огромное количество. Тот же Василий Аксенов со своим островом Крым оказался тупым державником и имперцем, и колониалистом. Солженицы. О чем мы говорим? Отец Александр? Нет. И он меня научил тому, что должна быть жесткая пропорция между декларациями и конкретной работой. И что декларации должны собирать людей, а не разгонять, как это часто бывает. Я этому не очень научился, поэтому я, в общем, как фиалка в проруби. Но все-таки я и не такой одинокий, как многие-многие люди, у которых... Я думаю, что многие архиереи, у которых там диаконы, посошники и так далее, более одиноки, чем я. Потому что у них уйдет титул, и все, они останутся одни и будут умирать пенсионерами у себя на роскошной даче, как какой-то заместитель Кирилла, который в 90-е организовывал собственный импорт. Вот. И табака сейчас в штатах, на покое, и пископ. Не помню, не помню, как зовут. Заработал миллион и свалил. Я думаю, что он очень одинок, более одинок, чем я. Уж точно в церковь не ходил. Вот. Поэтому у спасителя было 11,5 учеников. Вот. И нам лучше на больше не замахиваться. Но тут 11,5, там 11,5. В жизни шахматной доской. Отец Яков, вот часто слово «свобода» звучит. Но вот посмотришь на сегодняшних россиян, опять же я скажу так, вчера беседовал с одним известным пастором у нас, протестантским, которого слушают, смотрят, очень интересный человек. Он мне говорит, Альберт, я так боюсь за нашу страну. Говорит, тебе не кажется, что 80% населения как зомби ходят? И вот слово «свобода», я задам вопрос, оно как будто ассоциируется, что ты против России. Вам так не кажется? А что это казаться? Я думаю, что это факт. Но я не согласен ни со словом «зомби». Вчера я с Юрием Кирилловичем Степковым не соглашался, я не спорил, потому что был как бы круглый стол не мой, я только модерировал. Но когда он говорит про то, что вот выросли, генетически воспитали с одной из вилины, я не соглашаюсь. На старте мы все одинаково выходим, божьи дети, с огромным запасом ресурса и на свободу, и на любовь, и на творчество, и на мир. И никакой зомби-ящик не может сделать нас зомби. Поэтому, как немцы, когда немцы, кто списывал, «А, меня Гитлер обоял». «Неправда?» «Ты нашел себе Гитлера?» «Были немцы, которые не обоялись?» «И вот этих немцев люто ненавидели, на которых не действовали гитлеровские речи. Они показывали, что дело не в каком-то гипнотическом взгляде Гитлера или Путина, а дело в тебе. Ты нашел себе такого идола, которому нужны кровавые жертвы. Ты. И в любой момент любой из нас может перевернуться. Другое дело, что переворот переворотом, а дальше все равно идет довольно долгий творческий путь возрастания в свободе. Ну, как академик Сахаров. Он же как-то вот стал диссидентом, но он далеко не сразу понял, что его работа по созданию атомной бомбы она вообще не была на телу мира, как он полагал сперва. Что вот без атомной бомбы мы бы Америки и так далее. Вот он понял, что это была глубокая ошибка. Глубокая. Выпустили джинну из бутылки. И я 30-40, лет назад был совсем не такой, как сейчас. В чем-то лучше, может быть, но в чем-то, конечно, более-менее опытный, менее понимающий. И в частности, я не очень понимал, что морковку не надо тащить за бутылку, надо давать ей дорасти. Вот глядя на отца Александра и начал это понимать. То есть, к свободе надо призывать свободно. Вот в чем проблема с российской демократией? Все 30 лет. Голосуй за Явлинского, иначе ты сволочи подонок. Но это не мысльная агитация. В Штатах так это всегда по-разному агитируют, но смысл такой. Ты такой умница, ты гений, на тебе все держится, голосуй за Трампа. То есть, другой подход. А у нас обидеть, значит, если ты за это не проголосуешь, ты мерзаешь. Но это не конструктивно. И главное, что это неправда. В этом смысле я оптимист. Я скажу еще почему. Конечно, никакой Запад нам не поможет, но Запад существует. Это уже неплохо. Интернет пока существует. Китай, конечно, похожий у нас будет ухудшаться. Но кроме Запада есть еще небо, его никто не отменял. На небо платок не накинешь. И все равно рождаются новые люди. И у Колыбельки, конечно, стоит не свобода. Но и Господь стоит у Колыбельки. Вот. И, значит, будем смотреть. Вот. Так что я в этом смысле не то, чтобы надеясь на демократию в России, это не того масштаба проблема, чтобы на это надеяться. Россия – это всего лишь условность. Есть человечество. Но я глубоко убежден, что в несвободной России вполне можно быть христианином нормальным, свободным, работающим, качественно. Короче говоря, преподобный дядя Том моли Бога о нас. Мне вспоминаются слова одного православного священника, кажется, который при рождении ребенка сказал, что Бог дал вам ангелочка и посмотрим, что вы из него сделаете. Ой, это нехорошо. Нехорошо. Нехорошо почему? Хорошо. Кстати, есть литовская поговорка. Я слышал от великого человека, святого, был такой пастор, отец Станислав Добровольский, сидел с отцом Дмитрием, Дудков со мной был после войны. Ну, польский, литовский поляк. И он говорил, какой-то из проповеди поговорку литовскую, все девушки ангелы, откуда злые жены, чертовки берутся. Мы родители, и мы учителя, и мы поставники, ребенок, поэтому я против, прости Господи, крещения детей. Или точнее так, я считаю, что это довольно без разницы. Крести его, не крести, все равно у него свой путь. И нет, родителей зависит, каким ребенок вырастет. Именно об этом я говорю. Ребенок – это Божий человек. Конечно, родители могут многое дать, но мы же знаем, сколько, у скольких великих, замечательных, святых людей дети, мягко говоря, мусор. Как минимум. А у меня наоборот. Я мусор, а у меня оба сына золотые. Я про внучек даже не говорю. То есть я вижу, как улучшается положение вещей. Но у меня в семье улучшается, а в других я вижу, что ухудшается. Поэтому надежда не то, что вот родители постараются, а как бы постовой молитвой. Это надежда на Божье чудо, что Бог вовремя пошлет, нужный книга, нужного человека, нужный вид из окна. Наше дело, вот что значит, что мы перестаем быть детьми? Мы начинаем сами создавать то, на что мы будем откликаться. Это очень важно. Мы начинаем сами создавать свою среду. И человек единственный в мире существо, которое не только зависит от среды. Как обезьяны, как животные, мы зависим от среды. Но мы еще и создаем среду. У великого католического богослова и ученого, палеонтолога 20 века, Пьерта Ярда Шардаль, у него есть такое сочинение, «Божественная среда». Он очень остро, вот был в пустыне Гоби, копал динозавров. И вдруг он служил месту в этой пустыне, лизуит, священный. Вдруг он остро почувствовал, что кроме вот этой пустыни, этой пустоты, где среды никакой, кроме песка и горячего воздуха, есть Бог, он уже был верующий, но это его перевернуло. Вот есть божественная среда. И мы призваны, как шелкопряд делает шелк, но вот мы тоже что-то из себя выпускаем, а Господь из этого делает шелк. Поэтому мы все за себя, ну не то чтобы отвечаем, но не можем списать на родителей. А то будет как в этом анкновенном чуде. Бабушка была антисемитка, поэтому я антисемит. Дедушка садист, поэтому я садист. Нет, образ Божий, никуда не денешься. Спасибо вам. Можно последний вопрос? Я его задаю всем. Наш канал называется «Взгляд с небесной». Молодой канал, мы только развиваем его. И, ну, как вас спросить? Вот, например, Господь взял вас на время, ангел Божий, туда на небеса. Вы смотрите оттуда, с небес, с небесной выси. И что бы вы исправили в своей жизни? Чтобы, возвратившись на землю, потом пристать перед Богом? В смысле, в прошлое? Как хотите. Ну, в принципе, каждый раз, когда я молюсь, я остановлюсь на это небо. Я, глядя на ваше название, вспомнил, как называли Россию в 17 веке, как китайцы себя называли, вы знаете, они называли себя поднебесной. А в России в 17 веке было очень популярно, ну, у риторов, у проповедников, называть родную страну подсолнечную. Подсолнечников еще не было тогда, подсолнечного масла еще не привезли. Вот. И говорили подсолнечное. Мне очень нравилось. Ну, отвечу словами великой русской балерины Майи Плесецкой. Когда ее спрашивали, как, как вы? И она отвечала, меньше жрать и больше двигаться. И плотью, и духом. Значит, меньше потреблять и больше производить. Вот. Но с другой стороны, я скажу, каясь во многих и многих грехах, которые у меня абсолютно типовой набор, там, карман, шеринка, рот, три дырки в мужском организме. Вот. Я не склонен их преувеличивать. Это, в общем, скотское в человеке довольно скучное, банальное. И только плохой исповедник и проповедник спекулирует, о, вы все анонисты. Ну, да, ну и что? Я помню, как я впервые был потрясен, я читал письма Клайва Льюиса, вот, который хроники на армии. Я писал его биографию, небольшую, она, кстати, висит в интернете. Вот. Я его тогда ужасно любил, потом не очень стал любить. Вот. Письма на английском. И вдруг он там пишет другу, вот, о своих проблемах с анонизмом. Я думаю, как Льюис? Льюис! И такие проблемы. А потом, а, а, а потом я думаю, а что? Я же внук врача и врача-пенеролога. Он был одним из тех, кто участвовал в победе над Сифилисом в России в 20-е годы. Благодаря открытому тогда, созданному тогда Сильварсану. Вот. И я ребенком лазал к нему в шкаф, я такие книжечки читал, таких картинок навидался. И я же уже подросткам знал, что анонизм – это проблема 95% подростков и примерно 70% девочек. Вот. Если у взрослого, 40-летнего проблемы, это отдельный вопрос. Вот у Льюиса было взрослого, но у него были свои проблемы. Вот. Но это пошло на этом спекулировать. Понятно, что… Ну, вот. Но я думаю, что даже с неба мы не разглядим те важные точки дефуркации, которые мы неверно прошли в своей жизни. То есть известный рассказывает кинофильм «Эффект бабушкин», что вот динозавр растоптал бабочку и история пошла наперекосяк, он преувеличивает. Бабочек – это слишком много. Речь идет о каких-то тончайших движениях. Поэтому единственный выход, даже затрудняюсь сказать, я бы сказал два. Один. Общий знаменатель – слово «общение». Гибель заключается в разобщенности людей с Богом и друг с другом. Спасение заключается в коммуникации, восстановлении, общении с Богом и через Бога друг с другом. То есть каждый раз, когда я посолю с женой или с кем еще, так можно быстрее мириться. Мирись, мирись, мирись и больше не делись. А благая месть заключается в том, что это возможно. Ну, не сразу, конечно, это очень трудно. Но поэтому не надо смеяться над пацифизмом, не надо смеяться над гуманизмом, над идеалами, над правами человека. А надо вместе с Богом как-то сшивать человечество. Такой пачок. Спасибо вам большое за честный ответ и за эту беседу. У меня не брали интервью. Как я стал пенсионером, сразу взяли интервью. Спасибо вам. Я у вас тоже потом возьму интервью. Потому что у меня тоже свой канал, можно сказать. Спасибо. Канальи. И будем стремиться к самому, чтобы стать Каналетто. Был такой великий живописец. От Каналетто. Все, мой сайт Яков Вэкс, в Фейсбуке я есть. Ютьюб Яков Кротов прорекламировал. Спасибо. Спасибо большое, дорогие друзья. С нами был священник, отец Яков Кротов и я, епископ Альберт Радкин. И наш канал «Взгляд с небесных». Подписывайтесь. Не забывайте жать на колокольчик. Благослови вас Господь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok